В пятницу мы наблюдаем достаточно стабильное поведение на фондовых рынках, у нас хорошо держатся фьючерсы, но подводит нефт, как мы видим, она перешла в снижение, это говорит о том, что не очень у нас все хорошо сейчас обстоит с глобальной экономикой и вместе с этим нестабильность должна чувствоваться также и на фондовых рынках. Из последних событий можно отметить, что у Трампа пропадают последние шансы побороться за президентское кресло, за переизбрание. Если мы посмотрим по штату Аризоне, что у нас происходит с вероятностями, кто победит в этом штате, видно, что вот сегодня получается после роста вероятности победы республиканского кандидата, кандидата за республиканцев, ситуация изменилась, вырывается у нас вперед получается Байден, что отражается в том, что вероятность победы демократического кандидата в этом штате растет и получается сейчас она составляет более 90%. Я напомню, что Аризона являлась у нас одним из важных спорных штатов, где победа Трампа давала бы хотя бы ему шанс побороться, спорить в других спорных штатах результаты и, собственно, из-за чего-то ему не оставалось возможности победить на выборах. Но победа, соответственно, от Байдена в Аризоне гарантирует ему то, что он набирает больше 270 голосов и то, что он у нас становится новым президентом. Также очень важным сообщением стало то, что Китай, который долгое время хранил молчание, он официально поздравил Байдена с победой, но ясно было то, что власти, им нужно было больше информации, чтобы понять, кто же станет президентом. И, получается, раз они поздравили Байдена с победой, то они окончательно убедились, что им придется иметь дело с новым лидером в лице Джозефа Байдена. Это нам все говорит о том, что потенциальные вот эти шоки с тем, что выборы можно оспорить, что Трамп может побороться за президентское кресло, потому что все вот эти потенциальные сюрпризы, которые могли бы быть при пересчете голосов, все эти сюрпризы отходят, окончательно отходят на второй план. С ситуацией по коронавирусу у нас США и Европа продолжают бить рекорды. Быстро заполняются у нас больничные койки в отдельных штатах США, таких как Чикаго, Детройт, Калифорния. Это вынуждает власти вводить, ужесточать меры ограничения, собственно. Вчера у нас в четверг дневной рост, суточный рост новых случаев США превысил 133 тысячи, почти составил 134 тысячи. Это новый здесь абсолютный рекорд. Собственно, тренд, как мы видим здесь, он у нас изображен в зеленой линии, он также находится, он также тянется вверх. Это все говорит о том, что у нас ситуация с коронавирусом в США не особляется, не приходит в норму, пока риск введения новых ограничений, он у нас остается в США. Европейские политики, они у нас продолжают сохранять такую осторожную позицию, продолжают всех готовить к худшему, настаивать, что польза от локдаунов, она превышает их вред. Новости о вакцине, которые у нас взорвали, собственно, рынки, они не изменили мнение европейских политиков, никак пока не повлияли на сроки локдаунов. И в этом отношении у нас полезна вот такая вот картинка, где, собственно, отражена суровость локдаунов отдельно по каждой стране в Европе. Здесь у нас, я в красном прямоугольнике отметил сроки действий локдаунов, то есть, когда они были введены и тогда, когда они закончатся по основным европейским экономикам, таким, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, значит, по ним мы видим, что ожидаемые решения по продлению или окончанию локдаунов, они у нас появятся 30 ноября по Германии крупнейшей экономике, по Франции они появятся 1 декабря, в Италии решение о продлении или отмене, о смягчении локдаунов будет приниматься 22 ноября, для Нидерландов это 19 ноября важная дата, для Бельгии 13 декабря. Как мы помним, у нас в апреле ситуация складывалась очень-очень похоже, также были локдауны, также страны должны были принимать, политики этих стран должны были принимать тяжелые решения продлевать или смягчать локдауны. И, собственно, реакция рынка, которая была в тот момент, она показала, что рынки чувствительны к этому решениям, и, на мой взгляд, сейчас появляется отличная возможность сыграть на росте или падении фондовых индексов Европы, как раз-таки ориентируясь вот на эти даты, ориентируясь на решения политиков, на решения властей, которые будут приняты вот в этих датах. По экономике США. Значит, вчера у нас выступал Джереми Пауэлл на конференции с представителями других центральных банков, не разделил на оптимизм по поводу новой вакцины и призвал, уже в сотый раз, наверное, призвал правительство быстрее одобрить новый пакет фискальных стимулов. Не очень хорошие данные появились по инфляции в США за октябрь. Значит, базовый показатель замедлился до 1,2% в октябре. Широкий показатель также у нас не оправдал ожиданий. Все это говорит о том, что ФРС некуда торопиться с тем, чтобы готовить рынки к нормализации политики, монетарной политики, будут они держать ставки долго на низком уровне. Я напомню, низкие ставки ФРС, мягкая позиция ФРС – это основной залог, ключевой ингредиент для роста фондовых рынков. Когда ФРС заговорит о нормализации политики, когда появится ожидание, что ФРС заговорит о нормализации политики, даже так, тогда можно ожидать нестабильность на фондовых рынках, да, или это будет большим поводом снижения. Пока что этого нет. Очень интересная ситуация у нас выявилась в данных по инфляции, если мы заглянем, собственно, под капот, в отчет по инфляции США. Ранее я привлекал внимание на важный индикатор потребительского бума в США, который возник у нас после того, как приняли первый пакет фискального стимулирования в США, появились у людей деньги от правительства. И что интересно, они их тогда направили на покупки БО-автомобилей и грузовиков. Можно видеть у нас здесь, что вот в отчете по инфляции, если мы рассматриваем инфляцию по компонентам, здесь я вот выделил, подчеркнул, как компонент, собственно, покупки, да, или, точнее, цены на поддержанные автомобили и грузовики. Видно, что вот в июле, в августе и в сентябре инфляция у нас составляла на эти товары, на эту продукцию, вот, 2,3%, 5,4%, это месячная инфляция, 6,7%. И затем в октябре отчет показал, что эта инфляция у нас составила резко замедлилась и перешла в дефляцию, минус на целое 1,1%. Все это еще раз нам показывает, вот важные детали, что вот этот потребительский бум, который у нас был на стимулах, да, о котором мы сейчас говорим, который поддерживает сейчас экономику США, он у нас постепенно сходит на нет, он у нас истекает, и что интересно, это у нас как раз-таки прослеживается через компонент инфляции, цены на БУ автомобили и вот БУ грузовики. Вот такая вот интересная наследирующая индикатор есть по тому, куда же движется американская экономика, это вот как раз-таки особые потребительские предпочтения, которые возникли у нас летом, и которые сейчас вот постепенно, этот драйвер у нас постепенно истекает. По остальным данным, вчера также появились данные по заявкам на подсовет обезработицы, длительные первичные заявки, в обоих случаях они оказались лучше прогноза, все это нам говорят о том, что в октябре продолжает себя достаточно хорошо, хорошую динамику показывать рынок труда в США, и, естественно, это ложится в оправдание позиций республиканцев, которые никак не хотят договариваться с демократами по поводу нового пакета фискальных стимулов. Вчера у нас были очередные переговоры, снова они у нас провалились. Заключительным моментом сегодняшнего обзора будет являться, значит, такой момент, у нас вчера вышли данные по запасам в США, коммерческим запасам нефти в США от энергетического департамента, выходят они каждый месяц, не подтвердили они позитивную динамику API, Американского нефтехнового института, который также дает эту оценку коммерческих запасов, значит, энергетический департамент показал, что у нас недельный рост составил более 4 миллионов баррелей, увеличиваются запасы, это, естественно, говорит о том, что растет переизбыток, нефть складывают, ее не продают, естественно, для динамики нефтяного рынка это очень важный момент, потому что это оттягивает момент ребалансировки, когда восстановятся спрос и предложение. Рынка это было воспринято негативно, ценная нефть снижается, вот такая вот неприятная картина, на мой взгляд она тревожная. Если у нас снижается нефть, если у нас снижается товарный рынок, а у нас прежде всего реагирует сейчас на перспективы спроса, это говорит о том, что беззаботно бумажные активы, в том числе акции, они у нас спокойно расти не смогут, поэтому к этому росту я бы пока присматривался, я бы пока относился осторожно. На этом я завершаю свой обзор, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, соответственно, если остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, вы можете их задать, мы можем это с вами обсудить. На этом все, всего доброго, торгуйте в профит.